Девушки отдыхают Ключи, быстро Ключи, быстро Ну, наконец-то, а то тут тоска зеленая. Тут Татьяна тебе котлеты передала. Котлеты твоей жены, это кайф. Ну что, спасибо и пламенный привет. Туда поставь. А ты что такой невеселый? Убежают без меня, что ли? Да мы тут разругались с Татьяной в дребезги. Да ты что? Ну, я когда после Рыбинской вернулся, ну, на нервике весь, после всего этого. Ну, она пристает. Что у тебя там случилось? Мол, не в себе. Душегуба взяли, вот что случилось. Она пилит и пилит всю неделю. Я знаю, что у тебя там женщина была. Она была? Хочу я тебя. Клевая ты баба, понимаешь? Ну, хорош, а, Ген. Ну, сам же знаешь. Я же тебе рассказывал. Короче, я не сдержался. И наговорил ей. Может, стуканул кто? Да нет. У нее интуиция. В этих вопросах она круче всего Мура. Ты главное, в несознанке будь, и все рассосется. Да какой там в несознанке? Шурик говорит, что я врать не умею. Вот врешь. У тебя уши красные. В темноте же не видно. Они у тебя светятся. Ну, так я тебя научу. Ты же мой ученик. Ну, а куда эти все вытекли? Оставили нас с тобой. Наедине. Зачем? Я им просто сказал, что в моей работе много таких секретов, с которыми долго не живут. Ну, ты кекс. Они мне посуду моют, в магазин бегают, вообще все делают. Только ты не проболтайся. Они все здесь думают, что я из группы Альфа. О, а почему они так думают? Ну, я им так сказал. Ну, ты красава, а. Ну, да. Да вообще, я каждый вечером байки травлю про наши подвиги. Про то, как мы с тобой... Со мной? Ну, а с кем еще? Кто у меня первый друг-то? А, ну-ну-ну. Мы с тобой ликвидировали международного террориста Гаруна Аль-Рашида. Погоди, погоди. Это который с Бен Ладеном, да? Влад, ты что? Ты еще одну ночь не знаешь, что ли? Ну, здрасте. Мы же с тобой вместе туда ездили. Да я же не про массажный салон. Это арабские сказки. Аладдин, Симбад, Алибаба. Ну, ты гендос, конкретный сказочник. Я же говорю, скучно. Это да. Скучно. Скучно. А мне без тебя скучно. С Ваней, с Шурика. Такой тухляк. Не оторвешься. Привыкай. Скоро, может, совсем без меня останешься. Ген, ты что, из-за руки, что ли? Да нет. Ладно, это я так. О, блин. Наши клиенты выползли. Кто? Ну, киллеры, угонщики. Слушай, ехать надо. Давай езжай. Уздоравливай. Войдут, без меня взяли. Сейчас этих уродов возьмете. Скажут, без Власова дела лучше идут. Нет. Если я их возьму, я всем скажу, что эта школа, моего сенсей, Генки Власова, а я его ученик. Короче, взяли мы этого, Гаруна Аль Рашида. Следующий, Али Баба. Да. Ну, как там Генка? Ну, получше, чем некоторые. А парень-то молодой был? Да твой ровесник, вон. До дома не доехал. Мандарины ребенку купил, потому и остановился. Вот там вот он ключи бросил, киллера отталкнул и побежал. Угу. И чего он сопротивлялся? Да черт бы снять, с тачкой с этой. Он по-своему решил. Как думаешь, та самая парочка? А какую тачку взяли? Тойота Камри, но они ее не взяли, их гайцы перехватили, они машину бросили на Ярославке, я там уже была. Ильза есть? Ну сто пудов они, теперь два убийства, два покушения. Они в основном японцев брали, ну эти Тойоты, Камри, Авенсис, Хонду, Цивик тоже уважали, на заказ работали. Да, и зимой Ниссан, когда у них сорвался, они на следующий день точно такую же модель ввели. Значит завтра будут брать Тойоту? Генка тоже так говорил. Но пока без мазы, ни следов, ни примет. Тачки тоже ни разу не всплывали. Кстати, вот это мадам, видела одного из них. Так что, может быть нам с тобой больше повезет? Нам? Что? Ладно, проехали. Знаешь что, Влад, я тоже не горю желанием с тобой работать. Но Генке нет, а труп есть. Тогда потерпим друг друга. Потерпим. Тут твоя жена все в контору звонит. Чего ты ей по мобильнику-то не отвечаешь? Достала. Если надо, сам позвоню. Не злил бы ты лучше женщины. Ты про себя что ли? Слушай, Шурик, ты извини, конечно, но мне твои советы вообще не в кассу. Ну да, ты же у нас теперь умный, все понимаешь, даже без Генки. Поехали. А ты сама-то все понимаешь? Что именно? Ну, к примеру, почему он сопротивлялся? И почему? А потому что у него за эти две секунды вся жизнь перед глазами пролетела. Он подумал, вот вернусь я домой, а там жена, ребенок. И им надо сказать, что нет машины. Угнали. И я ничего не смог сделать. А он, мужик, и по-другому решил. И попытался. Ну, глупо же это все. А он не думал, что это глупо. Тебе, конечно, этого не понять, но... Не только тебе. Влад. Ты домой уже? Я на дежурство с Шуриком, а у сына концерт завтра в музыкальной школе. Извини. Не могу тебя подменить. Ну, правда, у меня тут свои обстоятельства. Шурик говорил, что ты какой-то хмурый ходишь. Да. Шурик много чего говорит. Татьяна твоя звонила. Да, знаю. Пропуск просила. Скоро зайдет к нам. Как? Сюда? Зачем? Тебе виднее. Почему-то со мной поговорить хочет. С тобой? Я сам не пойму. И пока она не пришла, посмотри, у тебя кое-что на столе лежит. Не забудь только. Москва. Петровка, 38. Мур. Убойный отдел. Рублевскому. Ну, с чем дело? Не клеится у нас что-то с ним. Нет контакта. Ничего не понимаю. Твоя была идея-то. И, на мой взгляд, очень хорошая. Шурик, не родился еще тот человек, с которым у тебя не будет контакта. Ну, может быть, постепенно. Потом. Когда потом? Этого балбеса сейчас надо перевоспитывать, пока Власов лечится. Нет, ну, ты же сама говорила. Нужно избавить хорошего парня Рублевского от дурного влияния Власова. Валентина Степановна, может быть, ему пока с Ванькой поработать? Вот, не надо. Он мне так Ванечку испортит. Нет, ты мне все-таки объясни. Я думала, что после Рыбинска мы как-то сдружились. Не хочешь поговорить с ним? Нет. Ну, попрощайся хотя бы. Нет, я сказал. Да поехали уже. Какой же ты трус. В том-то все и дело, понимаете. С ним сейчас что-то не так. Это с тобой что-то не так. А что с ним может быть? Боксер? Медный лоб? Его ничем не пробьешь. Вот я тоже раньше так думала. Я знаю, что случилось тогда. Знаю, почему ты это все сделал. Я, наверное, должна тебя ненавидеть. Я пытаюсь понять. Не представляешь, как я объясняла все это Артенке. Он все еще верит и ждет тебя. Я не смогла сказать ему, что все это был обман. Что его родной отец убийца. Я сама до сих пор не верю. Я помню твои глаза, твои руки. Я знаю, что это был не обман. Это было по-настоящему. Ты любил меня. Если кто-то звонит в дверь, я бегу, и мне кажется, что ты вернулся, и сейчас обнимешь меня. Только не думай, что я что-то выпрашиваю или требую от тебя. Нет, не волнуйся. У меня все будет хорошо. Я выживу. Чего бы мне это ни стоило. Зачем? Нужно поговорить. Он раньше уезжал. Задерживал кого-то. Я же знаю, какая у вас работа. Но в этот раз Генку ранили. Да, он психовал. Дергался, всю ночь не спал. Послушай, он раньше все мне рассказывал, делился. Я же все с ним прожила. А сейчас? Ну, в том-то и дело, что сейчас. Сейчас он молчит. Он пьет. Он же не пил раньше, ты знаешь. Ну, ты... Ты говорила с ним? Было трудно. Было тяжело. Вот все, что я смогла из него вытянуть. А сегодня разругались. Я ему все высказала, он мне тоже. А сама ты что думаешь? Да все это похоже на... На что? На то, что любят тебя. Носят на руках. А потом бросают. Слушай, мне очень трудно что-то тебе говорить или советовать. Просто мы с Владом не очень дружим. Так это и хорошо. В смысле? Прости, пожалуйста, я... Мне просто... Мне очень нужно узнать, что же там на самом деле в Рыбинске произошло. Ну, одно другому не мешает. Опа. Почему? Танька с тобой говорила? Ты за иками так сделаешь. Да, провела допрос короткий. Ну, что спрашивала? Про Рыбинск спрашивала. Ну, а ты чего? Было трудно, было тяжело. Может, это наизусть уже выучил. Господи, не удалось незаметно выскочить. Ну, что ты уставился, а? Иду с мужем в театр. Имею право. Имеете, Валентина Степановна. Спасибо, что разрешил. Рублевский. Да. Кстати, пойди-ка тоже, займись личной жизнью. Тебя жена в отделе ждет. Любит, прощает, как все бабы дуры. Чего стоишь-то? Иди! Не разрушай мне ячейко общества. Есть. Все. 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 Твои глаза. Твои глаза, твои руки. Все это было по-настоящему. Какая же ты дрянь. Подъем, подъем, подъем. Группа на выезд. Куда? Зачем? Ты вообще-то на дежурстве. Ты в муре работаешь. Не забыла? Я-то нет. А ты что здесь делаешь? Ванька где? Ванька дома. У его сына завтра концерт. А у Степаныча театр. А у тебя что? У меня. А у меня вообще цирк. Я с Ванькой поменялся и... В общем, ладно, поехали на делегатский труп. Я сам это письмо в мусор выкинул. А она его на столе нашла. Да на каком? На моем. А что ты на меня орешь? А что ты ей в столовке рассказывала? Что притихло? Я не обязана отвечать тебе без адвоката. Значит, ты меня сдала. Знаешь, кто ты после этого? Я про это письмо первый раз слышу. А что я говорила о твоей жене, можешь сам у нее и спросить. Да? А я у тебя спрашиваю. Да пошел ты. Сам разбирайся со своими бабами. Привет, что ты у нас? Женщина выпала с 12 этажа. Соседи слышали крик и плач. Здорово. Здорово, здорово. Ну, чего ты можешь сказать? Ну, что могу сказать? Про следы борьбы и насилия говорить пока сложно. Так что все вопросы здесь, а ответы все там. Смотри, что здесь. Ну, что, у Водяра, что? Записка. Я ухожу, всем спасибо. Ну-ка, дай. Предсмертный. Он весь неправильный. Весь не такой, совершенно не такой, каким бы я хотела его видеть. Мы чаще ругаемся и не понимаем друг друга. Но почему я не могу без него жить? Алло, земля. Ну, что, сами не могли найти? Зачем группу дергать? Парашютистка-суицидница. Ну, крики-то были. Ну, правильно. Девушка тут все добросовестно написала. Вот. Просто хочется кричать и выть на Луну. От тоски. Кричать и выть от тоски. От мысли, что никогда не стану его любимой, желанной, единственной. Никогда не увидит и не поймет. А я ничего сама не скажу. Не из гордости. А просто, чтобы убить надежду и дружбу, которую я так ненавижу. Есть в этом мире что-то для меня. Или нет ничего. Или за это надо бороться. Или все, что осталось мне, это водка и открытое окно. Да. Конечно, пить в одиночку – это прямой путь в окно. У меня есть знакомый. Теперь тоже пьет в одиночку. Но все равно дурость. Красивая баба нашла бы себе нормального мужика. Действительно. Че твоя Танька тебя терпит? Нашла бы себе нормального мужика. Смешно, да? Налево поверни. Зачем? Поверни, говорю. Ты почему трубку не берешь? А я за сегодня наговорилась. Покоя хочу. Ну, куда же собралась тогда? Второй час ночи. Да не спится мне. Настроение такое. Тань. Слушай, я хотел тебе за это письмо объяснить. Ну, это же Шурик наплела тебе про Рыбинск. Шурик наплела. Пойди, говорит, Танечка, скажи, что любишь, понимаешь. Он же жить без тебя не может. Ты же для него как свет в окошке. Вот идиотка. Пошла в любви объясняться. Тань, ну, это же она мне пишет, а не я ей. Да ты, Владик, не напрягайся. Мне все ясно. Было трудно, тяжело. Вот и сорвался, да? Да не сорвался я. Ну, оступился, какая разница? Главное, что у меня к тебе нет никаких претензий. Да? Да. Ну, только пусть и у тебя ко мне не будет никаких претензий. Потому что мне сейчас трудно и тяжело. Извини. Да. Влад, давай-ка поживей. Ну, что еще? Ну? У нас еще труп. Да иду я, иду. У него одна стронгуляционная борозда. Он же сам повесился. Да, вроде того. Пропали ключи от его машины. Да у него синяки на запястьях. А это явный признак борьбы. И охранник видел, как из помещения час назад вышел мужчина. Хромой, с тростью и очень взволнованный. Этот, что ли? А он откуда взялся? Только что сказал друг покойного. Да, я держал его за руки и не выпускал отсюда. Он нарывался за руль, а я не пустил его. Вы и ключи забрали. Да. И спать положил его здесь, прямо в офисе. Он был чудовищно пьян и наглотался каких-то таблеток. И очень нелепая смерть. А что с ним случилось? Да жена ушла. Они поженились недавно. Да глупость, она вернулась бы. Тогда все ясно. Подожди. А почему она ушла? У них были прекрасные отношения. Они были счастливы. А тут он изменил. Да не то, что изменил. Он по пьянину. Случайно. А она узнала. Она была просто в шоке. И не простила. Он вот здесь вот час назад вот сидел вот и плакал. Говорил, что... А что она не вернется, что он погубил свою жизнь? Зачем же вы ушли? Зачем я ушел? Я врач, я на дежурстве сейчас. Зачем я ушел? Да, везет нам сегодня на суицидников. А земляным везде криминал мерещится. Скучно им, что ли? Да не верят они, что молодые люди при деньгах вот так вот могут сами себя... Я раньше тоже не верил. Слушай, а ты бы его простила? Кого? Ну, парня своего. Если бы он как этот суицидник загулял случайно. Странно. Что? Ну, странно, что ты меня об этом спрашиваешь. А кто кроме тебя тут есть? Ну да, точно. А я тебе так скажу. Если люди любят друг друга, то должны в лепешку разбиться, но быть вместе. Значит, просила бы. А я не знаю. У меня не было такого. Пристрелила бы, наверное. Шурик, Шурик, ты извини, что я на тебя грешил. Чего? Ну, я думал, то ты меня Таньке заложила. Да очень надо. Дома ее нет. Я, конечно, знаю пару мест, где она депрессняк лечит. Искать хочешь? Ну, ты же сама сказала. Надо в лепешку разбиться, но вместе быть. Шурик, в общем, если что, я на связи. А если она не одна? Забрось меня на Петровку. Забрось меня на Петровку. Забрось меня на Петровку. Забрось меня на Петровку. Пока. Забрось-рус crunchy. Подписывайтесь на прошлом. Субтитры делал DimaTorzok Ну, кроме суицидников, трупов нет. Подобрел, что ли, народ? Не сглазь. Че еще весело? Мордобой, грабеж. Только что гайцы-угонщика поймали. Так гордая, как морская пехота. Ну, ладно. Раз все спокойно, я спой. Иваныч, а какую тачку угнали? Тойота, Камри. Вообще-то разбой был. Они со стволом на водилу наехали, выкинули из машины. Второй, правда, сбежал. Свободен. О, девочка. Свиданка, что ли? Обалдела, что ли? За что? За что? Обычно я так не делаю, но сегодня мне хреново. Мне очень хреново. И почему тебе, ублюдку, должно быть лучше? Понял. А че на вопросы тогда не отвечаешь? Да ну и спроси ничего-нибудь. Сядь. Рушанов Александр Валерьянович. Судим за грабеж. Так? Так. Я не скрывал. Где дружок твой? Какой? А, этот. Да это случайный перец. Говорит, давай тачку гоним. Я не знал, что у нее ствол. Выскочил на Минск. Вы вчера брали Тойоту на Ломоносовском. Убили человека. До этого у вас еще пять нападений. Одно убийство и два покушения. Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. Я тачку взял покататься. Не сдашь своего подельника. Пойдешь за свое участие в убийстве. На твоей мобиле звонки. От некого Ж. Это и есть твой друг? Да это не мое мобиле. Нашел. Не знаю никакого. Ни Ж, ни М. Можете мне приставать сколько угодно. Свидетель тебя опознает. Ну пусть сначала опознает. А завтра я поговорю со своим адвокатом. Так он здесь уже. Кто? Адвокат твой. Как у тебя? Гремово все. Отстой полный. Мне надо пойти позвонить. А ты поговори пока с человеком. Он друга своего никак не вспомнит. Как зовут? Саша. От друга отказываешься? Нет. Ксюха, привет. Это я, Шура Смирнова из Убойнова. Прости, что разбудила, но очень срочный вопрос. Помнишь ты говорила, что у тебя есть человечек ручной? Ох. Шурик не понимает. Вот Генка Власов бы понял. А она нет. Мужик же он за все отвечает. За себя. За семью. За жену. За тачку свою. Даже за такого урода, как ты. Вот почему тот парень, которого вы грохнули, сопротивлялся. Тачку свою хотел спасти. Мы все время должны что-то спасать. А что делать, если не вышло? Если облом, а? Да вы что? Обдолбанные тут все. А-а-а. Башкой в петлю. И все. Сам себя. И висит чувак. Потерял свое счастье. Нет. Александра? Мне ваш номер Ксению дала. Ну что, есть новости? Пока нет. Номер, который дали, отключен. Сами мне не звоните. Я сообщу, как только он заработает. Я поняла. Спасибо. Ну что? А? Была в ресторане. Напилась. Уехала с каким-то фраером на серебристом Саабе. Там же его и подцепило. Как шлюха. Влад. Сука. Тварь. Знала, что я там ее буду искать. А, ну где же она сейчас? Влад, а что с этим? Нет. Я еще найду ту сволочь, которая ей письмо подбросила. Ты, ты говорил с ним или нет? А? Да. Ну, узнал что-нибудь? Сейчас. Георгий Лайков, кличка Жорик, улица Беговая. Ага. Тоже вроде бы судимый. На Беговой хату снимает. Там адрес. А ты что с ним сделал-то? Придурок. Решил, что я его сейчас повешу. Ну, с понтом суицид. А я ему ничего и не сказал. Даже пальцем его не тронул. Влад. Влад, давай. Работы лечит. Давай. Вызываем тяжелых и поехали. Работы лечит. Всем надо ломать! Лежать! Лежу. Да что толку с этой засадой? Этот хитрозадый Жорик сюда не вернется. Если он вообще из Москвы не свалил. А это мы скоро узнаем. Это каким Макаром? Ксюха Ремезову помнишь? Ну, новенькая, из-за дела по борьбе с мошенничеством. Так вот, у нее есть свой прикормленный оператор сотовой связи. Как только Жорик будет в сети, он его послушает и вычиснет координаты. Ни хрена себе у тебя связи. Женская солидарность. А то пока по суду санкции получишь, Жорик и правда из Москвы свалит. Погоди, погоди. Погоди. А он может любой номер вычислить, правильно? Влад, тебе это точно нужно? Да. Мне это очень нужно. Да, я понял. Я проверю этот номер. Абонент Т. Я, собственно, хотел сообщить, сигнал абонента Ж только что появился. А где он сейчас? Сейчас на проспекте Мира. Он все время передвигается. Слушай, позвони ему сама. Нельзя. Его с работы уволят. Спать хочешь? Ты же вообще не спал. Ну да, не спал. Может, и есть хочешь? Да ничего я не хочу. Да. Александра, абонент Т находится на Мичуринском проспекте. Есть. Вон разворот впереди. Ты что, проехала? Шурик, ты что? Ты обалдел, что ли? Мы не можем одновременно искать Жорика и твою Таню. Да здесь 10 минут езды. А потом по пробкам за Жориком будем гоняться? Ну, во-первых, мы не знаем, в какой он машине. Во-вторых, не знаем, как он выглядит. Да он еще весь день по Москве будет колесить. Дождемся, пока он позвонит. А если не позвонит? А если номер поменяет? Ты совсем берега попутал, Влад? Да, совсем. Она для меня все. Ты можешь это понять? Все, что у меня есть. Да не ври ты себе. Ты просто пацан, у которого отняли красивую куклу. Вот вся твоя любовь. Там много ты про любовь знаешь. Знаю, что у вас ее нет. Это почему это? Потому что, когда любят, не прессуют друг друга. Не мстят. Не делают больно. Не называют сукой. И не уезжая с чужим мужиком. Да что ты про это понимаешь? Я все понимаю. Да? Тебе уже сколько? Тридцатник. Ну, вроде не страшилка. Классная девчонка. А никого у тебя толком не было и нет. А с чего? Значит, не такая ты умная, чтобы учить. Ну, ладно, Шурик. Блин. Ну, не злись. Ну, косяка спорол. Извини. Ну, нервы у меня. Ну, ты вообще очень клевая, Шурик. Ладно. Давай вали на свой Мичуринский. Я одна с Жорикой справлюсь. Да хорош тебе. Смирнова, слушаю. Он позвонил. Они договариваются о встрече. Да вот, слушайте сами. Только половину. У меня всей суммы нет. Я главаю срочно. Тогда метро Пократионовская. Понял, я буду через 15 не могу подъехать. Не опаздываю, я ждать не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Блин. Никто не работает. Все тусуются. Он должен подъехать на машине. Да я помню, помню. Только без МАЗа все это. Ага. Еще скажи, поехали на Мичуринский? Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, они сами запутались. Давайте в прошлый раз в дворе на детской площадке за стоянкой. Есть. Стоять! 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 Ты кто? Ты что, полиция? Ты что делаешь? Это не он! Стоять! Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жорик, Жорик. Фуфлот и Жорик, а не киллер. И что ты будешь делать? Морду бить? Убивать? Прощения просить? Не знаю. Тогда, может, не надо? Я лично хочу увидеть, с кем она. Ребят, я, конечно, извиняюсь, а, может, Ниссан Кашкай? Каждому. А если она все-таки... Тогда ты права. Окей. Лимон каждому мне привезут сразу. Обещание, что все будет без эксцессов? Нет, вы не поняли. И лимон, и Кашкай. Или вам Ниссан не нравится? Сколько там радиус? Пятьдесят метров. Где-то в этом доме. Ты что, все квартиры обходить будешь? Четыре подъезда. Ерунда. Слушай, ты езжай, не жди меня. Нет, подожду. Может быть, мне потом двух киллеров сдавать придется. Ха-ха. Слушай, ты кем еще? Жена изменила. Заткнись. А может, мы с тобой как-то не договоримся? Уехала с каким-то фраером на серебристом Саабе. Влад. 138-я квартира. Шестой этаж. Как ты ее нашла? Просто позвонила. Где он? Кто он? С кем ты приехала? Просто человек меня подвез и уехал. Хотел, конечно, остаться, но... Здесь никого нет, Влад. И не было. Доказывать я тебе ничего не буду. Не хочешь верить, не верь. Это квартира моей подруги Алены. Ей сейчас нет, она живет на даче. Я внизу подожду, пока ты тут ее душить будешь. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Блин, бензином воняет, чуть не задохнулся. Да задохнулся бы, мне меньше работы. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Шурик, спасибо тебе. Да не за что. Я с Татьяной останусь, хорошо? Хорошо. Хорошо? Все хорошо у вас. А знаешь, как на самом деле было? Ты сейчас о чем? Это, телка твоя. Копытом долбанула тачку, запищала сигналка. Выбежал мужик с матом. Она ему врыла ствол иксиву, сказала валить отсюда. А потом уже позвонила бабе твоей. Ну че? Как настроение? Да. Сигналка и правда сработала. Кстати, тачка была, не серебристый Сааб? Серебристый. Сааб. А прикольный ты парнишка. Это ты сейчас гонишь? А что он еще может? Ты посмотри на него. Гнусная тварь. Я сегодня просто добрый. А завтра я тебя навещу. Шурик, спасибо тебе. Да ладно. Ты, ты никому не расскажешь? Нет, ты, извини, я устраиваю очень. Сплю же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok